Всем привет народ! Мы живем из Renault Duster 4x4. Двигатель портер, как мы говорим о подвеске. Я вот по этой рубашке в стонах, я просто уже устал слушать стук. Я залез, снял защиту, полез сюда, смотреть что к чему, как, зачем и так далее. Удары во время ускорения и во время торможения происходят. У меня здесь много разных версий, много разных вариантов, в том числе здесь течет сальник, продолжает. Еще не обильно, но уже течет. Я его недавно менял и опять потек. Видимо все-таки какие-то люфты есть в коробке. Коробка-автомат. Слушал ее, подвешивал машину. Смотрю, у меня есть какие-то потеки непонятные. Вот это все может быть связано со стуками. Протянул вот эти болты. Раз, два, вот там три. Протянул, прошевелил все наконечники шаровой. Короче говоря, ближе к делу. Я даже не думал. Я вообще, если честно, на машинах не видел такой никогда балки. А вот здесь вот она единственная. Сейчас я вам ее демонстрирую. Вот она. Вот смотрите. Вот получается правый привод автомобиля. Проверите, что происходит. Вот эта коза разболталась. И у меня лязгивающий звук во время старта и торможения. Вот и все. И вверху там тоже чуть-чуть раскручены болты. Как-то так. Ну, что я могу сказать. Жесть. Полная жесть. Я даже не думал, что может быть так все сложно и просто одновременно. Ну, как-то так. Народ, протягивайте на Renault Duster. Здесь уже такая жесть. Протяните и здесь. Протягивайте вот эти болты. И у вас звук пропадет при условии, что здесь с шаровой наконечником. С суппортами все в порядке. Со стойками все в порядке. И да, друзья. Вот я еду. Вот они лежачие полицейские. Прыгаем. Все. Все ровно. Все тихо. Именно вот эта штанга, которая была у меня раскручена, она отвечает за удары металлические при ускорении и при торможении. То есть это не обязательно может быть старт. Еще раз. Вы можете ехать там уже на второй передаче. Вы просто нажимаете, нажимаете резко на педаль газа, ускоряетесь. Получаете этот одиночный удар. Одиночный. Металлический сугубо. То есть никакой глухоты. Звонкий металлический такой треснутый стук. Вот. При этом, ну опять-таки, да. То есть вы должны быть уверены. Ну не то, что уверены. Вы в первую очередь посмотрите эти болты. Эту протяжку. Все вот эти шесть болтов нижней. И вот эти вот штанги. Такие крепления подрамника к внутренней части крыла. Лонжерон или что это у Дастера. Вот. Ну в общем-то их тоже вы проверяете. Ну как-то так, друзья. Но еще раз. Проверили. Смотрите подвеску. Потому что подвеска может тоже там свое давать. Подвеску достаточно поднять колесо и покачать просто за все агрегаты. И вы поймете, что где стучит. Ладно, все. Вот такая вот демагогия. Послесловие. Потому что меня, ну я искал долго этот стук. Я задолбался его искать. Вот уважаемые доставоводы, вот вам подсказка. То есть, ну вариантов. Вот я лично перебрал ну 3000. Кардан. Я снял кардан. Я обнаружил, что у меня там крестовина. Задняя вообще в клину полном. Ну в одну сторону клин и в другую сторону клин. Думал это он стучит. Нет. То есть я вот сейчас вот еду со снятым карданом. Нет, это стучит не он. Ну стучал точнее. Это стучал под рамник. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok